Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы знаете, я бы хотел вам напомнить слова нашего Господа Иисуса Христа, сказанные в Евангелии от Иоанна. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». В славянском тексте слово «мужайтесь» звучит как «дерзайте», я победил мир. Вот сегодня я бы хотел с вами поговорить об одной очень удивительной и важной теме для любого верующего человека, для любого христианина, о теме страданий, теме скорбей, с которой нам каждый день приходится сталкиваться в повседневной жизни. Вы знаете, что Господь Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти падшего человека, для того, чтобы за него умереть, пройдя страдания, и для того, чтобы ради человека воскреснуть, тем самым проложить путь к нашему воскресению и путь к новой обновленной жизни. Христианин смотрит на этот мир совершенно по-иному, смотрит мир по-особому. Этот взгляд христианский отличается в корне от взгляда обычного человека и чаще всего даже от взгляда неверующего человека. Вы знаете, как описывал в своей книге, в своих проповедях митрополит Сурожский Антони Блум, он говорил, что вообще невозможно прийти ко Христу, если мы не увидим в глазах христианина, в глазах верующего человека свет вечной жизни. То есть у самого христианина должны быть какие-то особые глаза, какой-то особый вид и какой-то особый взгляд на этот мир. В одной из книг, которые ходили очень широко по рукам верующих людей в XIX столетии, эта книга называлась «Откровенно. Рассказы странника духовному своему отцу», есть такой эпизод, когда странник, человек, путешествующий по миру, в поисках ответа на его интересующий вопрос, значит, научится Иисусовой молитве, учится молиться Богу. И вот когда, получив некоторое наставление, некоторые уроки, как правильно свершать молитву, он постепенно погружается в эту молитву, и молитва постепенно начинает его преображать. Человек становится другим, человек меняется. И мне очень запомнился один эпизод, когда он зашел в некую пещерку, в неказистую, страшненькую, но он молился Богу. Он буквально преображался, как описано в этой книге, на глазах. Когда он зашел в эту убогую пещерку, то его взгляду, как он описывает, представила совершенно иная картина. Ему эта пещерка показалась чем-то очень красивым, похожим даже на царский дворец. То есть он смотрел на эту неказистость через призму духовную, через призму верующего человека, через призму молитвы. И мир вокруг него стал преображаться. На этот мир он стал смотреть, как я уже выразился, совершенно по-иному. То же самое и христиане смотрят на многие вещи совершенно по-иному. То есть если для обычного человека самым главным в жизни является сегодня обрести какой-то комфорт, обрести какое-то счастье, стабильность в жизни, то для христианина эти вещи являются совершенно второстепенными. Для христианина примером является сам Иисус Христос. И Господь нас призвал следовать Его путем. Господь нам дальше дал откровение, что верующие люди будут в своей жизни притесняемы, верующие люди будут в своей жизни гонимы. Но это не только бывает от рук безбожных людей, но также бывают некие гонения внутренние, бывают некоторые скорби внутреннего характера. Человек бывает страдает от каких-то неурядиц, от каких-то несуразиц в своей жизни. Все это нам предстоит с вами каждому пройти, и каждый из нас, возможно, с этим сталкивается практически ежедневно. Но мы на эти скорби смотрим как на некое спасительное лекарство. Господь нам дарует эти скорби, Господь посылает нам эти скорби. Но для чего Он их посылает? Для того, чтобы мы, опять же, воспитывали свою силу воли, для того, чтобы мы переходили от силы в силу, и для того, чтобы через эти страдания и через эти скорби мы с вами росли, сделались все взрослее и взрослее. Это очень-очень важно для жизни верующего человека. Наша жизнь, как писал святитель Игнатий Бринчанинов, это лишь вот наш земной этот мир, это наше временное пристанище. Сюда мы пришли на какое-то время. Сюда мы пришли как путешественники, едущие в какой-то город, в какую-то страну. Мы остановились здесь. И это не наш дом. Это лишь гостиница. Здесь мы будем пребывать какое-то время. Наша задача, как пишет святитель Игнатий, не навредить. Наша задача оставить эту гостиницу чистой. Наша задача сделать максимально добра в этой гостинице. Ну а потом мы продолжим свой путь. И потом однажды нам предстоит даже сдать экзамен, как мы прожили в этом месте. Поэтому отношение к этому земному миру у нас должно быть, с одной стороны, конечно, благоговейное, трепетное, но с другой стороны отношение к этому миру должно быть как к чему-то скоро переходящему. Однажды мы отправимся в свой вечный дом, в свою вечную обитель. Господь нас к этому призывает. Святые отцы всегда это очень остро ощущали и всегда это понимали. Мы возьмем пример святых мучеников, которые с радостью шли на страдания, с радостью преодолевали какие-то испытания в своей жизни, потому что знали, что этой жизнью вечность не ограничивается, этой жизнью наше бытие не заканчивается. И, конечно, мы, христиане, говорим о том, что мир этот несовершенен. Об этом нам говорит Священное Писание. И даже более того, мы утверждаем, что никогда человечеству не удастся построить в сегодняшней истории, сегодня построить рай на земле. Никогда не будет создано идеального государства. Никогда этот мир не будет, вот в современном его понимании, не будет совершенен. И однажды этот мир постигнет конец. Однажды этот мир придет к концу. Но этот конец будет началом нового мира, того, который для нас создаст Господь Бог, началом новой эпохи. И к этой эпохе мы все, христиане, с вами стремимся, мы, христиане, с вами идем. И мы, христиане, помним о том, что однажды нам предстоит сдать экзамен, проверку на прочность, проверку на то, как хорошо мы выучили те или иные уроки в этой жизни. Помоги всем вам, Господь, достойно нести свой крест, который возложил нас наш Спаситель Иисус Христос. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok